мы живем в эпоху у меня есть фильм на диске номер 1 показать не могу сразу начинаются проблемы технические и вот я там вместе с телевизионной командой из Красноярска иду по рынку и если бы вы видели этот рынок это прямо обыкновенная просто площадь перед магазином забита людьми чего там только нет я хожу, выделываюсь там, посмотрите, белый налив замечательно, яблочко там подхожу, вишенки пробую а меня все снимают меня, авторитета местного тогда только местного тогда еще Красноярс меня узнавал только и вот это было, а сейчас тишина тишина, понимаете и когда привозят это кто-то одно ведро три ведра этих картошки она стоит 400-450 рублей ведро сколько ведер может купить пенсионер это ужас я хочу сказать ребята завтра будет хуже мы этого ждали что картошка будет стоить 400 а он не один, а монополист что она будет стоить 400-400 рублей импортное тут же в магазине 150 рублей свежее свежее урожай 150 рублей но уже килограмм переведите на ведро где-то 6-7 килограмм ведро влазит вот вам уже и тысяча за ведро так вот я не просто так говорю я вам, во-первых, констатирую факт я написал какой был рынок еще изменились люди как заставить сейчас чтобы каждый начал себе выращивать дело в том что овощи дорожают страшно вы это знаете а в них яд мы платим за яд вот и вот такие участки это это самое моя племянница видите вот и но я еще хочу сказать у нас нет никакой пропаганды пропаганды у нас пропаганда политическая отстает поэтому весь мир против мы на самом деле золотые я не политики мне надо чтобы людям тут же раздали землю и первый мой указ был бы раздать землю раздать землю вот делов-то что там по каждому квадратном километре нефть, газ или этот или месторождение золота что это а да сейчас собственно если потом не вернешь лучше надо и приучать детей и это все надо да вот люди такой впечатления уже не способны ни на что один с картошкой 450 рублей ведро 10 литровое да вот литровое Субтитры создавал DimaTorzok